Что ж, прошло примерно полгода с моего последнего обзора новостей, касающихся игры Cyberpunk 2077, которую разрабатывают создатели нашей любимой трилогии по Ведьмаку. За это время вышло несколько официальных новостей и прошло пару служков касательно игры. Сегодня мы пройдемся по ним и вновь подытожим, что же нас ждет в новой игре отредов. Игре, из-за которой мы не увидим Ведьмак 4 в ближайшие 5 или даже 10 лет. Которого, кстати, скорее всего и вовсе никогда не будет. Но зато у нас будет новая, не менее проработанная вселенная киберпанка. По крайней мере, именно этого мы и ожидаем. Привет, ковбой! Меня зовут Ивой Серебус и это просто канал об играх. Итак, пожалуй, самая главная и важная новость касается того, что некие злоумышленники украли у CD Projekt Red часть данных по игре Cyberpunk 2077. Под данными подразумевается не сама игра, а именно данные о ней. Скорее всего, арты, концепты, возможно сюжет и так далее. Возможно, все это было вытащено из деловых переписок сотрудников компании. Так же, как вот буквально недавно были слиты сценарии Игры Престолов в сеть. Но в отличие от HBO, реды сами нам об этом рассказали, что похвально. Злоумышленники, как и, наверное, всегда, шантажировали и требовали кругленькую сумму от редов за материалы, обещая их не публиковать. Реды же, ссылаясь на то, что украденные материалы были первоначальным видением игры, от которого ныне и вроде как давно уже отказались, и посоветовав фанатам в случае реальной утечки просто не обращать внимания, послали шантажистов куда подальше и просто-напросто отказались им платить. Неожиданно. В принципе, учитывая успех Ведьмак 3, интерес к следующему проекту от редов достаточно велик. Так что неудивительно, что кто-то нашел лазейку и украл часть данных. Вот только эти данные нужно было либо просто публиковать, либо продавать издание, а не пытаться шантажировать редов. А в итоге, все это превратилось лишь в дополнительный хайп по игре. Вот это поворот. Но это еще не все. Именно эта новость, а может быть и не только она одна, породила слух, что у редов была готовая концепция игры. Чуть ли не рабочая версия, которую как раз таки и украли злоумышленники, но от которой отказались сами реды. Ввиду того, что она не очень хорошая, не удовлетворяла ожидания и не прошла контроль качества. В связи с чем, реды практически с нуля начали разрабатывать игру, лишь опираясь на прошлый опыт. Но это лишь слух. И так ли это на самом деле, я не знаю. Но очень надеюсь, что игра не превратится в долгострой и выйдет не в 2077 году. Ну а теперь к хорошим новостям. Реды зарегистрировали торговую марку Cyberpunk. То есть не Cyberpunk 2077, которая и так ему уже принадлежит. И не Cyberpunk 2022, которая принадлежит Майклу Понтсмиту. А именно просто Cyberpunk. Как прокомментировали сами создатели игры, сделано это только ради защиты своей торговой марки и решение возможных проблем с регистрацией названий для будущих проектов. Будь то именные DLC-шечки или новые части Cyberpunk. Новость интересна тем, что как и в рамках игровой серии о Ведьмаке, Реды планируют делать большую вселенную, состоящую из нескольких частей. Иначе зачем им новые названия? Еще одна новость. Не так давно в одном из зарубежных игровых изданий вышло небольшое интервью с Майклом Понтсмитом. Напомню, что Майкл Понтсмит создатель оригинальной настольной игры под названием Cyberpunk 2022. Именно ее взяли за основу Реды, чтобы превратить уже в компьютерную игру Cyberpunk 2077. Кстати, вы не заметили, что Реды уже второй свой проект делают не с нуля, а беря за основу уже существующую идею, созданный мир с определенными законами и правилами, впоследствии лишь дорабатывая ее. Правда, у Ведьмака был целый цикл книжных романов, что ощутимо больше, чем настольная игра Cyberpunk 2022. Но и в настолках прошлого тысячелетия проработанности больше, чем в большинстве современных игр. Так что пока все не так плохо. Так вот, Майкл Понтсмит в своем интервью рассказал, что над игрой задумывались еще со времен второго Ведьмака, а может и раньше. Но именно тогда Реды пригласили Майкла в команду в качестве эксперта и консультанта. Так что, учитывая давнюю разработку, есть шанс увидеть очень проработанный при этом мир, который будет включать в себя не только множество интересных квестов на манер Ведьмака, достаточно живых NPC и органичности всех присутствующих элементов, но и некоего разнообразия в геймплее и возможностях взаимодействия с миром, чего было не так много в Ведьмаке. В поддержку этого говорит и сам создатель мира Cyberpunk 2022, описывая в интервью ситуацию с летающими машинами, которые не просто есть, потому что они атрибут мира будущего, а потому что в этом мире они полезная вещь, выполняющая определенную роль и задействованные в игре. Примерно как Платва в Ведьмак 3, которая не только главный перевозчик, особенно когда только попадаешь на новую территорию, и точки перемещения еще не открыто, но и возможность поучаствовать в скачках, драться на ней, вместе проходить квесты, разговаривая по душам, не говоря уже о школе Платвы и хранении в нашей кобылке вещей. Только в Киберпанке это должно быть еще более проработано, и касаться не Платвы, а всего, что мы увидим в мире, в том числе и использовании летательных средств. Вообще, Майкл Понсминт, такое ощущение, что помимо консультанта еще и пиарщиком подрабатывает, или просто любит сливать инфу. Ведь помимо летающих машин, он проговорился и про классы персонажей. По слухам, это будут не совсем стандартные классы. В игре нас должны ожидать два типа хакеров, старого и нового миров, которые за и против кибернетизации. Бродяги, а точнее бывшие офисные клерки, которых выкинули на улицу, и им нечем платить по кредитам, а потому они побираются. Рокеры, некое подобие бродяг, только по собственному желанию. Классические наемники на службе у тех, у кого есть бабло. А также торгаши, фиксеры, технари, и что самое необычное, это представители СМИ. Как именно это будет реализовано в игре, не совсем понятно. Если классы 100% подтвердятся, то можно будет подумать над этим. Пока же, это всего лишь слухи новости. И это вроде все основные новости, за прошедшие полгода по Cyberpunk 2077. И если честно, я не могу сказать, что эти новости какие-то невероятные. Видно, что над игрой работают, видно, что из нее хотят сделать конфетку и анонсировать только тогда, когда игра будет уже практически на 100% готова. Ну или как минимум будет готова ее сингловая часть. Но больше мы ничего не знаем. Мы лишь ожидаем огромный мир, атмосферный сюжет, нестандартные классы, и то, что Реды смогут хотя бы сделать все это на уровне Ведьмак 3, но в мире киберпанка, допилив в него несколько фич, которых не было в саге о Геральте. Лично я при этом опасаюсь трех вещей. Долгостроя, который убьет актуальность игры. Чрезмерных амбиций, когда хотим сделать всего и побольше, в итоге нихрена. Хотя тут разработчики почти ничего официально не обещали, а потому потихоньку просто делают свою игру. Ну и то, что сама атмосфера киберпанка не войдет в массы. Ведьмак, как ни крути, это классическая фэнтези, которая многим близко и знакома. А вот мир киберпанка не так раскручен. И пожалуй, кроме достаточно нишевых Deus Ex в современном мире, ничего и не выходило в этом формате. Кстати, я забыл с вами поделиться еще одним, но пожалуй, самым интересным слухом. По сети блуждает информация о примерной дате релиза игры. И это июнь 2019 года. В принципе, дата достаточно реальная. И если это так, то значит, что в ближайший год, или скорее даже полтора, ничего нового и конкретного об игре мы не услышим. Что весьма и весьма жаль. Всем спасибо за просмотр. Если у вас есть интересная информация о киберпанке, пишите о ней в комментариях под этим видео, в группе ВКонтакте, по первой ссылке в описании, или вообще в личку ВКонтакте. Ну а мы увидимся в новом видео уже очень скоро. Но на этом пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok